Привет! Он немного вредный, такой, беловой. Так, по-доброму каждый день встречает своего любимца Тристана Елизавета Михеева. Именно с ним в паре девушка завоевала свою очередную медаль на первенстве Москвы по Троеборью. Елизавета занимается конным спортом уже 10 лет, имеет хорошие результаты, но всем своим победам, как считает девушка, обязана своему другу Тристану. Для меня, наверное, в паре с этой лошадью самое сложное – это первый день выездка, потому что он очень своенравный и очень любит устраивать мне всякие подлянки на первый день турнира. Лошадь и всадник на манеже – партнеры. Об этом говорит и второй золотой медалист соревнований. Герман Сердечнов, кандидат в мастера спорта, в его копилке уже множество наград. Но останавливаться на достигнутом не собирается. Рассказывает, всегда есть к чему стремиться. Самым сложным в Триборе было и остается у нас это кросс, потому что для коня и для человека идут очень большие нагрузки из-за как раз-таки расстояния данного кросса. Ну и прыжки сами собой тоже не из легких. Конечно, высокие награды – это результат регулярных и упорных тренировок, которые проходят под руководством опытных наставников. Именно их заслуга в том, что химкинские всадники конно-спортивной школы становятся лучшими. Всегда, когда мы выходим на основной, так сказать, сезон, немножко непредсказуемо. Потому что все зависит от того, как лошади и всадники смогут подготовиться к началу сезона или к ответственным соревнованиям. Потому что и по здоровью бывают вопросы, как и у спортсменов, так и у лошадей. Чаще это происходит. Но будем надеяться, что мы также будем на высоком уровне доказывать результативность спортивной школы. Тройборье – это вид конного спорта, который состоит из манежной езды или выездки, кросса и конкура. Выездка – это своего рода фигурное катание на лошади. Кросс – забег с препятствиями на 4 километра, а конкур – это прыжки через преграды. Осваивать эти дисциплины можно с 7 лет и до глубокой старости. Начать заниматься конным спортом не так-то просто. На первом занятии будущему спортсмену не дадут даже подойти к лошади, не говоря уже о том, чтобы сесть на нее. Сначала нужно пройти теоретическую часть, потом полгода ухаживать за лошадью, изучая ее характер. И лишь спустя 6 месяцев человек впервые сможет оседлать своего скакуна. Но отрабатывать движения во время прыжков и скачек все-таки эти полгода нужно. И делают это вот на таких деревянных скакунах. Между соревнованиями спортсмены постоянно тренируются. Все занятия проходят на базе учебно-спортивного центра «Планерная». Сейчас ребята готовятся к очередным стартам. Сервер «Бекмобета» Вильфрид Димковский. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.